В столице Мриэл прошли первые соревнования в рамках Кубка Республики по классическому пауэрлифтингу. Что отрадно, неплохие результаты на турнире показали не только силачи из Гешкаралы, об успехах которых мы уже не раз рассказывали, но и атлеты из районов, где этот вид спорта активно развивается. Доподлинно неизвестно, что заставляет людей идти на такие жертвы и превозмогая себя поднимать десятки килограммов железа. Однако факт есть факт, что тяжелая атлетика, что силовое троеборье сейчас в России на подъеме. Но тяжелые атлетики чуть позже. Сейчас же рассказ о первом региональном кубке по классическому пауэрлифтингу, то есть выполнению упражнений без специальной экипировки. Выполнение упражнений без использования специальной экипировки, так называемой, упражнение выполняется немножко сложнее. То есть спортсмены поднимают несколько меньше веса. Классический пауэрлифтинг, он активно развивается сейчас в России и, соответственно, он развивается и в мире. И именно в таком варианте Международная федерация пауэрлифтинга намерена преподнести его для Олимпийского комитета и показать этот вид спорта немножко в новом ракурсе. Ешкар-Ала – спортивный комплекс юбилейный. Традиционное место проведения соревнований по силовому троеборью. Не совсем традиционно, но похвально, что в этот раз турнир прошел с организационной точки зрения на более высоком уровне на специально привезенном из Чебоксар оборудовании. Также, что тоже приятно, не только других посмотреть, но и себя показать, на помост вышли не только атлеты Ешкар-Алы, но и районов республики. В районах этот вид спорта для них он новый, хотя, в принципе, в нашей республике вид спорта уже зарекомендовал себя достаточно высокими спортивными результатами. Районы начинают развивать этот вид спорта и вот в Новоториальском районе вчера спортсмены выступали среди юношей, их представителей есть среди победителей и призеров. Потихоньку в республике развивается и тяжелая атлетика усилиями всей той же федерации пауэрлифтинга. Не так давно прошли соревнования на призы клуба «Атлант». Возможно, уже в будущем году будет проведен первый в новейшей истории Мариэл спортивной чемпионат республики. Я думаю, что развитие тяжелой атлетики и популяризация тяжелой атлетики никак не отразится на пауэрлифтинге. Я думаю, что эти виды спорта уживутся рядом друг с другом. И какой-то борьбы между этими видами спорта не будет. Наоборот, да, они будут дополнять друг друга. Возвращаясь к пауэрлифтингу, отмечу, что всего в турнире участвовало около ста человек. Соревнования проходили на протяжении двух соревновательных дней. Кубок стал своего рода рабочей тренировкой в преддверии более крупных стартов, где, уверен, наши выступят как минимум достойно и продолжат славные традиции силового троеборья Мариэл. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова